По вере ли в Сына Божьего мы умерли и воскресли вместе с Ним? Галатам, глава вторая, стихи девятнадцатый, двадцатый. Верите ли вы в то, что вы были распяты и возвращены к жизни вместе с Иисусом? В сегодняшний отрывок из Писания Галатам, глава вторая, стихи девятнадцатый, двадцатый, мы уже много раз слышали и поэтому хорошо с ним знакомы. Он гласит Библия говорит, Библия говорит, что людям однажды предназначено умереть, а после этого их ждет суд. Поэтому те, кто не знают и не верят в Евангелие воды и духа, рождаются в этом мире однажды, а умирают дважды, потому что они умирают один раз телесно и один раз духовно. Однако мы получаем прощение наших грехов, уверовав перед Богом в Евангелие воды и духа, и в то же время мы однажды умираем и вновь оживаем по вере в это Евангелие. Вот как мы рождаемся свыше. Верующие в Евангелие воды и духа были распяты с Христом и вновь ожили, получив новую жизнь. Следовательно, ветхое «я» тех, кто были искуплены от своих грехов по вере в Евангелие воды и духа, умерло с Христом, а их новое «я» ожило вместе с ним. По сути, наши души, если мы веруем в Евангелие воды и духа, живут не как ветхие личности, но как новые создания. Чтобы иметь истинную веру перед Богом, мы должны верить, что Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение у Иоанна Крестителя, пролил свою кровь на кресте и вновь воскрес из мертвых. Только если мы уверуем в Иисуса Христа и в Евангелие воды и духа, мы сможем поистине стать рожденными свыше людьми, живущими с Христом. Благодаря нашему Господу, верующие в Евангелие воды и духа, умерли с Христом и вновь вернулись к жизни вместе с Ним. И теперь они живут с Христом вечно. Вот тайна рождения свыше. Так кому же служат рожденные свыше? Конечно, они должны служить Господу, проповедуя Его Евангелие. Но какова их жизнь на самом деле? Не служат ли они своей плоти, даже несмотря на то, что умерли с Христом? Иногда мы, рожденные свыше, служим своей плоти, а порой мы служим Богу и Его Евангелию в повиновении Святому Духу. Пока мы, рожденные свыше, живем в этом мире, мы иногда стоим перед тяжким выбором между служением себе и служением Богу. Вот почему мы не полностью осознаем тот факт, что с Иисусом Христом мы уже умерли для этого мира. Если мы ясно понимаем, что наше ветхое Я умерло в Иисусе Христе, мы перестаем скитаться по этому миру. Мы колеблемся между Царством Божьим и самими собой, заботимся и беспокоимся о самих себе, а не о распространении Евангелия и тоскуем по миру, потому что мы не пребываем в полном единении с Христом. Поэтому христиане, которые уже объединились с Христом в Его крещении, смерти и воскресении, не должны колебаться между этим миром и Царством Божьим. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, не можем одинаково хорошо служить двум господам, как и сказал нам наш Господь. Поэтому между служением самим себе и служением Господнему Евангелию мы должны выбрать что-нибудь одно. Только тогда мы сможем преданно служить одному оставшемуся господину, которому мы и должны служить. Но не так легко порвать с одним из двух господ. Вам нужно осознать, что только из-за жадности вы хотите служить двум господам одновременно. И если мы, христиане, желаем служить двум господам, мы, в конце концов, полностью запутываемся. Действительность такова, что поскольку мы, христиане, пытаемся исполнять все свои обязанности, как мирские люди, нам трудно продолжать жить с верой. Господом верующих в Евангелии воды и духа является Иисус Христос. Немногие христиане имеют верное познание в истине о том, что мы сами были распяты с Христом насмерть и ожили вместе с Ним. Если бы мы это знали, мы бы даже и не помышляли о том, что мы должны хранить верность своим плотским обязанностям, что мы не имеем ничего общего с этим миром, но все общее с Господом. Если бы мы верили в Евангелие воды и духа, то мы бы уже умерли в Иисусе Христе. Если бы мы действительно верили в то, что мы были распяты с Иисусом Христом, когда Он был крещен и распят, мы смогли бы сделать для этого мира намного больше. Если бы мы в это веруем, тогда наши ветхие личности уже не существуют в этом мире. Но только Иисус Христос живет в нас. Мы, христиане, живем только в Иисусе Христе. За наши грехи Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Поскольку верующие в эту истину о спасении уже умерли с Иисусом Христом, они знают, что в них уже нет своей собственной жизни, но в них живет только Иисус Христос. Иисус Христос вошел в наши сердца через Евангелие воды и духа. Он пребывает с нами. Он руководит нами. Он стал нашим Господом и позволил нам служить себе всю оставшуюся жизнь. Сделав нас своими служителями, наш Господь позволил нам служить себе как нашему Господину. Иными словами, уверовав в Евангелие воды и духа, мы уже не служим греху, но стали служить Божьей любви. В Евангелии воды и духа вы тоже осознаете это благодаря своей вере. Для нас, христиан, наши ветхое Я уже не существуют, но живут только наши новые личности. Это потому, что живем уже не мы, но наш Господь живет в нас. Верите ли вы, что вы были распяты со Христом? Знаете ли вы и верите ли в истину о том, что Иисус полностью спас нас от грехов этого мира? Через Иисуса Христа мы пришли к познанию Евангелия воды и духа, уверовали в Него и таким образом получили прощение своих грехов. Чтобы избавиться от грехов этого мира, мы должны уверовать в Евангелие воды и духа. Отныне мы не являемся господами над самими собой. Для всех тех, кто получил прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа, Господом является только Христос. Все мы должны жить праведно, как служители Иисуса Христа. Поскольку сами мы умерли и теперь в нас живет Иисус Христос, мы поняли, что нам должно жить благословенной жизнью, как служителям Иисуса Христа. Мы только должны жить по-настоящему служа Христу. Поскольку мы осознаем, что Господь является нашим царем, мы принадлежим к числу тех, кто угоден ему своей жизнью в качестве его служителя. Мы должны признать это в своем сердце. Когда мы спрашиваем себя, являемся ли мы сами себе царями или же наш царь Иисус Христос? Ответ на этот вопрос звучит так. Иисус Христос – наш Господь и наш царь. Само имя Христос означает царь, священник и пророк. И если кто-либо в это верит, он непременно верит и в то, что Господь поистине является нашим царем. Как же тогда нам назвать себя перед Ним? Мы – ученики Иисуса Христа, которые получили прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. У нас есть, чем гордиться в Иисусе Христе по нашей вере. Это Евангелие воды и духа. Не будь Христа, нам самим было бы нечем гордиться. Мы – только Его ученики, которые принадлежат Иисусу Христу, Сыну Божьему. Я здесь говорю это вам, потому что Библия гласит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам, глава 2, стихи 19-20. Потому что этот отрывок содержит все слово о нашей смерти и нашем воскресении в Иисусе Христе. Поскольку мы уже были распяты насмерть с Иисусом Христом, когда наши ветхие личности умерли, уверовав в Евангелие воды и духа, в нас ныне пребывает не наша собственная жизнь, но жизнь Иисуса Христа. Верите ли вы в Евангелие воды и духа? Если да, то ответ на вопрос о том, для кого мы должны жить, будет очень ясным. Мы должны жить, служа нашему Господу и нашему Царю. И мы должны продолжать наше служение в вере. Это потому, что, как говорит сегодняшнее Писание, жизнь, которой мы теперь живем во плоти, это жизнь по вере в Сына Божьего, который возлюбил нас и отдал себя за нас. Нам нужно осознать, что жить всю оставшуюся жизнь с верой в нашего Господа и при том считать себя служителями праведности – это не что иное, как жить праведной христианской жизнью. Знаете ли вы в своей личной жизни о том, что вы являетесь служителями Иисуса Христа? Это радость для нас, что мы стали служителями Иисуса Христа, который живет в нас. Мы рады принадлежать Иисусу Христу, который спас нас от гибели, и мы счастливы, что можем повиноваться Богу, а не этому миру. Рожденные свыше по вере в Евангелие воды и духа ныне должны жить вечно, служа своему Господу. Для тех, кто получил прощение своих грехов, господином их внутреннего иства является Господь. Поэтому нам нужно ясно понять, кем именно является Господь. Мои единоверцы, кто пребывает в наших сердцах? Святой Дух. Кто является Господом тех, кто получил прощение грехов? Иисус Христос. Фактически мы должны жить в соответствии с тем, кем мы являемся, и выполнять свои обязанности соответствующим образом. Поистине, нашим Господом является Иисус Христос, и этот Господь руководит нами, как наш Царь, ибо Он живет в сердце каждого христианина. Мы с вами должны познать Иисуса Христа, Господа наших сердец, и жить с верой, осознавая, что мы являемся служителями, живущими ради Него. Это не просто какое-то учение, но истинная вера в Евангелие воды и духа. Когда апостол Павел сказал «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам, глава вторая, стихи девятнадцатый-двадцатый. Он здесь изложил свое истинное исповедание веры, сказав, что он сам был распят. А вы? Конечно, и вы тоже, но вы сами очень хорошо знаете, что эта смерть не означает конец нашего существования. Это означает, что мы стали жить новой жизнью в его истине. Наш Господь взял на себя наши грехи, приняв крещение, умер вместо нас на кресте и вновь воскрес из мертвых. Поэтому мы были распяты с Иисусом Христом и воскресли из мертвых вместе с Ним. Поскольку мы пребываем в Господе, а Господь в нас, мы ныне живем верой в Иисуса Христа. Мы с вами принадлежим Иисусу Христу. Он наш Господь, а мы Его служители. В тот миг, когда мы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, нам было велено прожить остаток своей жизни, служа нашему Господу в качестве Его служителей. Поскольку нам, как христианам, уготована именно эта жизнь, а не какая-нибудь другая, то нам предопределено прожить остаток своей жизни в служении Христу. Мои единоверцы, если мы уверуем в Евангелие воды и духа и получим прощение грехов, мы уже не сможем оставаться господами над самими собой. Если кто-либо по-прежнему остается господином над самим собой даже после рождения свыше, это может только означать, что Он еще не уступил престол своего сердца Иисусу Христу. Подобные люди еще не являются христовыми служителями, даже несмотря на то, что они получили прощение своих грехов. И они по-прежнему не понимают, что они умерли в Иисусе Христе. Мы никогда не можем быть господами над самими собой. Прежде мы были таковыми. Но когда мы получили прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы стали служителями Иисуса Христа. Пока мы ходили путями этого мира по воле князя, господствующего в воздухе, Эфесянам, глава 2, стих 2. Мы были сами себе господами. Очевидно, что в то время мы были обречены на проклятие за свои грехи. Однако, чтобы спасти подобных людей, наш господь раз и навсегда взял на себя наши грехи, приняв крещение в реке Иордан и вместо нас умер на кресте за наши грехи, даровав нам спасение и сделав нас своими служителями, Иисус Христос позволил нам жить как истинным работникам и истинному народу Царства Божьего. До того, как мы родились свыше, мы были сами себе господами. Но после того, как мы родились свыше, мы уже никогда не можем быть таковыми, ибо мы умерли с Иисусом Христом. И более того, нашим господином теперь является Иисус Христос. Наши прошлые господа мы сами умерли с Иисусом Христом. Поскольку мы теперь вернулись к жизни верой в Иисуса Христа, нашего нового господина, который спас нас от всех наших грехов, мы начали жить ради Евангелия Божьей праведности. Отныне люди, живущие преданной жизнью, как служители Иисуса Христа, являются именно теми, кто ведет перед Богом добродетельную жизнь веры. Поскольку я истинно получил прощение своих грехов через веру в Евангелие воды и духа, я могу говорить об этой истине единения с Христом по вере. Если бы мы не веровали в Евангелии воды и духа, мы бы не умерли с Иисусом Христом и не ожили бы вместе с Ним. Однако, благодаря истине о том, что Иисус Христос спас нас посредством Евангелия воды и духа, мы получили возможность умереть и воскреснуть с Иисусом по нашей вере. Теперь, когда мы видим, что такая жизнь угодна Господу, мы должны служить Евангелию воды и духа. Мы в сердце своем соглашаемся с тем, что нам предуготовлено верить в Евангелие воды и духа, и всю оставшуюся жизнь быть Божьими служителями, следуя и повинуясь Господним заповедям. С того момента, как мы с вами спаслись, нам уже было предопределено жить служа Божьей праведности. Ныне мы, христиане, должны жить славной и благословенной жизнью, служа Евангелию воды и духа. Мы можем свободно поздравить себя с тем, что нам с вами уготовано жить этой жизнью. Мои единоверцы, действительно ли Иисус стал вашим Господом? И действительно ли вы хотите стать его служителями? Если говорить о христианской жизни проще, то это жизнь служителя Христа. Апостол Павел говорит здесь, что нашим Господом является Иисус Христос. Вот чему нас учит Бог Отец. А Святой Дух в наших сердцах также говорит нам об этом. Иисус является Господом наших сердец. Вы Божьи служители. Вы сами уже умерли с Иисусом Христом и теперь живете как Божьи служители. Поскольку наш Господь славен, то если вы служите этому славному Господу, вы также приобретете славу. Вы уже не рабы этого мира. Вы Господни служители. Вот что говорит Святой Дух в наших сердцах. Вы должны к этому прислушаться и понять это, коль скоро вы продолжаете жить в вере. Вы слышите, что говорит вам Господь. Мы с вами должны постичь значение Слова Божьего и последовать его воле. Мы никак не можем быть господами над самими собой. Мы больше не являемся таковыми. Мы уже умерли с Христом более двух тысяч лет назад. Мы, умершие с Христом и ожившие вместе с Ним, являемся не господами над самими собой, но христовыми служителями. Мы не являемся рабами этого мира, но стали служителями Христа, нашего славного Бога. Бог даровал нам благословенную жизнь. Если мы живем и трудимся для Господа в качестве его служителей, то Бог облекает нас своей славой, а также открывает эту славу через нас. Господу угодно наше преданное служение, и поэтому Он дает нам возможность узреть еще большую славу и обрести еще большие благословения. Вот такую жизнь даровал Господь нам, христианам. Мы должны вести жизнь истинной веры в единении с Иисусом Христом. Мертвые или живые мы принадлежим к числу тех, кто служит Христу. Люди, которые спаслись посредством Евангелия воды и духа, являются служителями Иисуса Христа, нашего Господа. Будучи Его служителями, мы начали распространять Его Евангелие по всему миру. Едим ли или пьем, делаем ли что-нибудь, мы служим Богу, и мы должны жить ради славы Божьей. Очень хорошо зная, что такова наша судьба, мы принимаем ее с верой. А вы принимаете ее? Расположили ли вы свои сердца к служению Господу в течение всей оставшейся жизни? И верите ли вы, что это ваша судьба, предначертанная Богом? Вот что сказал нам Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. Мы с вами являемся слугами Иисуса Христа, нашего Господа, и мы должны помнить об этом всегда, на протяжении всей своей жизни. Наша прошлая вера была совершенно противоположной истине. Наши чувства, мысли и знания до рождения свыше были совершенно противоположны слову истины, раскрытому в Евангелии воды и духа. Иными словами, в прошлом мы имели плотские убеждения, не повиновались Евангелию воды и духа и вели себя неподобающим образом. Наши мысли о Божьей истине, все наши решения и суждения о правильном и неправильном до того, как мы пришли к познанию Евангелия воды и духа противоречили истине. В течение некоторого времени среди христиан были популярны так называемые курсы внутреннего исцеления. Авторы этой программы утверждали, что она способна исцелить душевные раны людей. Однако она не имела почти никакого отношения к Слову Божьему и скорее представляла собой курс психиатрического лечения душевных переживаний посредством эмпатии. А эмпатия это способность входить в чужое эмоциональное состояние, сопереживать. Авторы этой программы старались исцелять людей, полагаясь на человеческие мерки, а не на Божью точку зрения, что привело ко многим ошибкам. Следующим примером является программа, претендующая на исцеление сокрушенного сердца. Руководитель собрания заставляет людей с израненным сердцем говорить следующее. Всю свою жизнь я жил с сердцем, которое было изранено моими родителями. До этого дня я никому не мог сказать, что я страдал в детстве. Я действительно не могу простить своих родителей. И это по-прежнему ранит мое сердце. Я ненавидел своих родителей и восставал против них. И поэтому мое сердце было полностью изранено и по-прежнему не исцелилось. Но после того, как Иисус Христос пролил свою кровь и умер вместо нас, я навлеку на себя вину, если не смогу простить своих родителей. Понятие о внутреннем исцелении означает рассматривать подобные сердечные раны в свете того, что Иисус Христос за нас пострадал. Думать о необходимости прощать, быть милостивыми к другим, и прощать их, а также исцелять свои души посредством собственных усилий. Основная суть курса по внутреннему исцелению состоит в исцелении наших прошлых душевных ран, нанесенных другими в сопровождении таких слов. «Через Иисуса Христа я прощаю тех, кто причинил мне боль, я прощаю их во имя Иисуса Христа». Однако это только исцеление плотского естества, а не труд спасения, который дает всем возможность по-настоящему смыть свои грехи, уверовав в Евангелие воды и духа. Вы можете считать все это одним и тем же, но это не так. Здесь вопрос о том, что побуждает человека к исцелению его собственных душевных ран и к излечению ран других людей, а также к прощению их. Возникло ли это побуждение в собственном сердце человека или же произошло от его веры в Божью истину? Это очень важно знать для правильного исцеления всех душ. В сегодняшнем отрывке из Писания Павел сказал, что он был распят с Христом. Он засвидетельствовал, что наше внутреннее естество было таково, что все мы были обречены умереть за наши грехи и что мы действительно умерли, уверовав в Иисуса Христа. Однако курс внутреннего исцеления пытается воскресить плотское Я, которое уже умерло. Иными словами, курс внутреннего исцеления полезен только для возвращения к жизни внутреннего Я. Эта вера отличается от той, которая умирает и живет с Иисусом Христом. Однако, несмотря на это, люди по-прежнему хотят исцелить свое внутреннее Я, не имея веры, которая дает им возможность умереть с Иисусом и жить вместе с Ним. Даже после обретения прощения грехов люди по-прежнему пытаются сохранить свое ветхое Я. Даже когда нам говорят, что мы также умерли, когда умер Иисус, мы по-прежнему очень хотим спасти самих себя. Есть ли у вас подобное желание? Если да, то вам очень трудно следовать за Господом. Наши мысли должны соответствовать Господним заповедям. Если же мы в своих мыслях от них отступаем, наша духовная вера им не соответствует. И поэтому мы не можем следовать за Господом должным образом. Если в сердцах этих людей, которые получили прощение своих грехов, нет веры, объединяющей с Христом, то вполне естественно, что их жизнь веры будет постоянной борьбой. По сути, вы должны быть убеждены в том, что вы умерли с Иисусом Христом. Мы должны внимательно прислушаться к тому, что сказал нам Господь. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Иоанна глава 12 стих 25 Поскольку мы по природе своей являемся грешниками, мы заслуживаем только того, чтобы отправиться в ад. Однако ради таких людей, как мы, Иисус через свое крещение в реке Иордан взял на себя грехи мира, пролил свою кровь и умер на кресте вместо нас и вновь воскрес из мертвых. Таким образом, он уничтожил все наши грехи и наши проклятия. Он также позволил нам умереть и вновь ожить по вере в Него, чтобы мы жили как служители Иисуса Христа, царя праведности. Таким образом, мы сами умерли с Иисусом Христом, нашим Господом, а также ожили вместе с Ним. Коль скоро мы умерли с Иисусом Христом, что нам еще нужно делать для себя самих? Ничего. Однако, если мы, несмотря на это, пытаемся возродить свое ветхое Я, вместо того, чтобы умереть по вере, мы становимся не божьими служителями, а господами над самими собой, которые пытаются использовать Господа, вот так мы и становимся господами над самими собой. Как же трудно нам следовать за Господом, и как нам это делать? Мышление людей совершенно противоположно заповедям Иисуса, ибо со дня своего рождения в этом мире они учатся только борьбе за свое существование. Они не перенимают эгоизм у других. Это их собственные сердца, наполненные стремлением жить только для себя. В основном все люди живут только инстинктивными побуждениями, если они не верят в Евангелие воды и духа. и поэтому если дать им волю жить плотской жизнью, все они неизбежно будут жить именно таким образом. Поэтому мы должны умереть и вновь ожить вместе с Господом, уверовав в Евангелие воды и духа. Мы с вами должны верить в то, что мы умерли и вновь воскресли с Иисусом Христом. Когда на нас проливается свет Евангелия воды и духа и мы находим самих себя, мы становимся теми, кто уже умер с Иисусом Христом и вернулся к жизни вместе с Ним. Наши ветхие личности прекратили свое существование в Иисусе Христе. И ныне мы живем в Иисусе Христе только верой и Святым Духом. Как написано «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второе Коринфянам глава пятая стих семнадцатый Поскольку наше эго умерло с Иисусом Христом, мы поистине воскресли из мертвых с Христом. А как же вы? По-прежнему ли в вас живо естество под названием эго? Если вы действительно верите в Евангелие воды и духа, данное Иисусом Христом, тогда ваше ветхое я уже больше не может существовать. Фактически, если бы вы познали себя в истине, тогда вы бы поняли, что вы уже умерли с Иисусом Христом и вернулись к жизни вместе с Ним. Прежде вы жили по вожделению вашего эго, но теперь вы уже не живете с вашим ветхим я. Но уверовав во Христа как своего спасителя, вы умерли вместе с Ним и ныне вернулись к жизни с воскресшим Христом. Если бы мы не умерли с Иисусом Христом, наше эго могло бы безвозвратно погубить нашу духовную жизнь. Таким образом, попытка исцелить свое ветхое я и вернуть его к жизни равносильно отвержению Иисуса Христа. Вот почему вы бы пошли против Иисуса Христа вместо того, чтобы идти вместе с Ним. Возможно, до настоящего времени вы перенесли много лишений, и, может быть, вас по-прежнему мучат воспоминания об этом. Но вы должны осознать, что Бог посылает нам различные трудности для того, чтобы мы предстали перед Иисусом Христом и омылись от своих грехов, уверовав в Него. Дав нам Евангелие воды и Духа, Господь оживил нас верой. Господь спас нас, предав смерти наше грешное я вместе с Иисусом Христом и вернув нас к жизни. Наш Господь хотел дать нам новую жизнь после того, как однажды предал нас смерти. Бог посылает нам испытания и различные ситуации, чтобы привести нас к спасению. Однако люди пренебрегают волей Божьей и стараются преодолеть свои трудности человеческими методами. Подобные мысли и убеждения в корне ошибочны. Поскольку наша жизнь сейчас объединена с Иисусом Христом, наше ветхое я прекратило свое существование. Бог умертвил и вновь оживил нас с Иисусом Христом, чтобы дать нам новую жизнь и позволить нам жить праведной жизнью. Однако, несмотря на это, мы видим, как люди по-прежнему пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить свое ветхое я и дать ему выжить вместо того, чтобы стремиться к Евангелию воды и духа, истине о новой жизни. Именно такие человеческие мысли являются сатанинскими и богоотступническими. Тот, кто не верует в Евангелие воды и духа и не живет согласно ему, восстает против Бога. Именно в наших собственных мыслях возникают трудно преодолимые препятствия на пути следования за Богом. Мы превозносим наши собственные мысли, наше собственное нечестие и наше собственное Я, и в результате восстаем против Божьей праведности. Поэтому вы должны осознать, что если вы получили прощение своих грехов, то вы сами умерли в Иисусе Христе и обрели вечную жизнь. Ныне мы умерли с Иисусом Христом и ожили вместе с Ним. Мы теперь умерли с Иисусом Христом верой в Евангелие воды и духа, а мертвые не могут делать ничего. А поскольку мы не можем ничего делать, то мы живем, прося Господа о помощи и веруя в истину. И более того, поскольку мы умерли с Ним, нам незачем пытаться исполнить свои желания, но напротив, мы живем верой и стремимся только выполнить волю Божью. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям глава 9, стих 27. Несмотря на то, что наши тела не являются мертвыми верой в Евангелие воды и духа, наши души уже умерли с Иисусом Христом и вновь вернулись к жизни. Все наше естество, наши мысли, наше я, наше упрямство, наша жадность было распято на кресте с Иисусом Христом. А как обстоит дело с вашим я? Уступило ли оно место истине? Прекратило ли оно свое существование, когда мы распяли его на кресте? Все, что нам остается, так это жить в вере ради Господа и не потому, что кто-то запрещает нам делать что-либо иное, но потому, что мы сами умерли. Если человек мертв, ему незачем стремиться к своему ветхому Я. Мои единоверцы, можете ли вы теперь понять значение своих слов, когда я говорю о том, что вы сами являетесь мертвыми? Чего вы смогли бы давиться, требуя что-то у мертвого или проклиная труп? Поскольку мы уже умерли, то уже не имеет значения, кто мы есть, и мы не имеем ничего общего с теми, кто еще не умер во Христе. Все, что нам нужно делать, так это только знать Божью волю и по своей вере жить новой жизнью во Христе. Когда мы живем ради возвеличивания Иисуса Христа наш Господь также нас прославляет. Иными словами, Богу угодно, чтобы мы жили праведной жизнью с Евангелием воды и духа. Ныне мы должны жить верой, которая дает нам возможность умереть и воскреснуть с Иисусом Христом. Как некоторые из вас знают, даже религии этого мира учат, что человек должен обрести свободу. Религии этого мира также пытаются пробудить людей к осознанию того, что они это ничто. Но Библия уже дала ответ на этот вопрос в Иисусе Христе через неизменное Евангелие воды и духа. Библия говорит о верующих в Евангелии воды и духа, что хотя наша плоть по-прежнему жива, наши ветхие личности уже умерли. Мы должны понять, что мы уже умерли в Иисусе Христе и теперь вернулись к жизни. В религиях этого мира нет такого посредника, как Иисус Христос, и поэтому их последователи никогда не смогут умереть по своей вере и вновь вернуться к жизни. В противоположность этому мы, верующие в Евангелии воды и духа, можем умереть с Иисусом Христом и жить с Ним верой. Истина, которая содержится в Евангелии воды и духа, поистине удивительна. В течение всей нашей жизни мы с вами по возможности должны размышлять над тем фактом, что мы умерли в Иисусе Христе. Я очень хорошо знаю и твердо верю, что сам я умер во Христе. Фактически у меня нет желания следовать за этим миром. Я знаю, что Господу не понравится, если я буду превозносить свою плоть. Если мое ветхое Я уже умерло, то зачем возвеличивать себя в этом мире? Поскольку я следую за Господом, я хочу прославлять только моего Господа. По моему мнению, я как Божий служитель должен делать именно это. Какое имеет значение возвышен я или умолен во Христе? Мое собственное возвышение никого не приведет к спасению от греха. Но если люди могут спастись от своих грехов, умоляя себя, то я с радостью могу это сделать хоть сотни раз. Я к этому вас увещеваю также благодаря Иисусу. Я призываю святых, которые должным образом не следуют Божьей воле стремиться к духовной жизни, чтобы они могли жить как Божьи служители. С другой стороны, тем, кто истинно и преданно следует воле Божьей, нужен не упрек, а одобрение. Превыше всего остального нам нужна вера в Евангелие воды и духа. Мы должны жить ради распространения Евангелия воды и духа. Причина, по которой ветхие оболочки нашего я не спадают с наших сердец, когда мы живем в этом мире, состоит в том, что мы не полностью осознаем, что наши ветхие личности уже умерли и в том, что мы сами не отвергли свои злые мысли. Поскольку наши ветхие личности еще не умерли, а в нас живет Господь, нам трудно работать вместе с Ним. Из-за того, что мы продолжаем щадить наши ветхие личности, наше эго все еще дает о себе знать, и поэтому мы заканчиваем тем, что восстаем против воли Господа. Мы должны осознать, что мы умерли в Иисусе Христе, а также уверовать в то, что мы ожили вместе с Иисусом Христом и обрели вечную жизнь. Некоторые из вас по-прежнему думают, я уже давно об этом мечтаю и сделаю все возможное, чтобы моя мечта сбылась во что бы то ни стало. Подобные мысли означают, что вы по-прежнему мечтаете о плотском успехе, ибо не осознаете, что вы уже умерли. Подумайте об этом. Остаетесь ли вы теми людьми, какими были раньше? Очевидно, нет. Однако вы по-прежнему обманываете самих себя, ибо не понимаете и не осознаете, что ваше ветхое Я умерло в Иисусе Христе вместе с Ним. Вы должны осознать, что вы обманываете самих себя и хотя бы теперь должны возвратиться к вере. Мои единоверцы Знаете ли вы, каким человеком я был раньше? Я думал, что никогда не буду служить в маленькой церкви. Я думал, что моя церковь должна быть не меньшей, чем школьное здание. Почему? Потому что я считал, что в моей церкви должны быть места для поклонения, учебные факультеты и офисы для таких церковных организаций, как библиотека, молодежное служение, воскресная школа, служение для взрослых, женское служение, общественное служение и так далее. Итак, моя церковь по своей величине должна была равняться школе. И я считал, что никогда не смогу обойтись без обучения общины. Поскольку я думал, что общину обязательно нужно наставлять, я твердо верил, что церковь должна быть не меньшей, чем школа. Ну, а теперь я стал другим человеком. Теперь я счастлив, если есть какое-нибудь место для поклонения Богу, будь это подвал или дом с протекающей крышей. Место нашего поклонения можно превратить в столовую или в класс для изучения Библии. Прежде я думал, что поклоняться и принимать пищу следует в отдельных местах. Теперь же мое мышление полностью изменилось. Это потому, что изменились мои жизненные цели и замыслы. Прежде я стремился к удовлетворению своих желаний, а теперь стремлюсь выполнять Божью волю, а не свою собственную. Теперь я думаю, если я это сделаю, поможет ли это исполнить волю Божью? Сейчас я уже не думаю. Если я это сделаю, принесет ли это мне славу? Если бы я думал об удовлетворении собственных желаний, я бы и по сей день не смог бы выполнять Божью волю. Я не думаю ни о себе, ни о своих плотских желаниях. Я уверен, что и вы тоже, потому что если бы вышли на поводу желаний своей плоти, вы бы теперь не жили в вере. Я считаю, что если у нас действительно есть духовные цели, мы должны стремиться к ним с верой. Наши плотские мечты и устремления совершенно противоположны нашей духовной жизни. Именно в Господе мы должны видеть наши духовные идеалы и цели. Ваше плотское эго хочет и далее строить свою жизнь самостоятельно, как будто вы строите Вавилонскую башню. Однако когда вы приходите к Христу, получаете прощение своих грехов и становитесь святыми по своей вере, Бог постепенно сводит ваши плотские желания на нет. Когда все ваши желания уничтожены, остается только основание ваше самоуважение. И тогда вы говорите Богу позволь мне сохранить хоть это, но он все равно уничтожает его, искореняет и выбрасывает. Тогда ваши желания вопьют. Нет, только не это, без этого я совсем перестану существовать. Но Бог говорит вам, нет, в действительности ты уже давно перестал существовать. Это Христос живет, а ты умер. Бог уничтожает все наше плотское эго. Мы же все еще хватаемся за самоуважение, как утопающий за соломинку, но этого делать не следует. В Иисусе Христе вы должны умереть и верой воскреснуть вместе с Ним. И теперь вместо того, чтобы просить Бога, чтобы Он прекратил сокрушать наше прошлое естество, вы должны полностью уничтожить свое ветхое Я и вновь ожить по вере в Евангелие воды и духа. Некоторые люди говорят, Бог, разве недостаточно, что ты уничтожил мою плоть до такой степени? Пожалуйста, оставь мне хотя бы самоуважение. Отныне я хотел бы построить на нем новую жизнь. Своей верой во Христа вы должны искоренить ваши плотские похоти, в том числе самоуважение и вернуться к жизни с Иисусом Христом. Мы должны удалить корень зла из нашей жизни веры. Но если он останется со временем, от него обильно произрастут новые ветви. Поэтому мы не должны просить Бога, чтобы Он пощадил наши желания, которые продолжают возникать. Господь говорит нам, что мы никогда не сможем служить Ему, пока будем оставаться подобными людьми. Он говорит, пока ты будешь держаться за свои желания и идти у них на поводу, ты не сможешь служить мне, как своему господину. Иными словами, живем уже не мы сами, но мы должны пребывать в Господе. Господь в нас, чтобы нам соединиться с Ним в одно целое. По своей вере мы должны родиться свыше, как новое творение. Ныне вы должны жить верой, объединившись с Иисусом Христом. Мы не должны и далее пытаться отделить себя от Иисуса Христа, потому что мы родились свыше, как новые творения в Иисусе Христе. В Иисусе Христе не должно быть никакого эго, отделенного от Него. Мы полностью уничтожили даже само естество своей плоти, которое называется наше эго. Вы должны осознать, что мы вырубили с корнем наше ветхое Я и распяли его на кресте. Я сораспялся Христу. Мои единоверцы, мы были распяты. Мы с вами были распяты на кресте с Иисусом Христом, как и провозгласил апостол Павел. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, Галатам, глава пятая, стих двадцать четвертый. Так разве в нашей плоти существует нечто подобное нашему ветхому Я? Нет. Умерли вы с Иисусом Христом или нет? Да, умерли. И вернулись ли вы к жизни? Да, вы ныне воскресли для жизни. Поскольку Иисус Христос пришел на эту землю, взял на себя все грехи мира, приняв крещение у Иоанна Крестителя и умер на кресте, все наши грехи были смыты, все проклятие греха уничтожилось, а наше эго умерло в тот же миг. Однако, несмотря на это, некоторые по-прежнему трепещут от страха, когда выявляются их слабости и пороки. Однако, все наши слабости и недостатки умерли с Иисусом Христом, родившись свыше, мы достигли своей цели. Те из нас, кто веруют в Евангелие воды и духа, уже родились свыше, и поэтому мы не имеем никакого отношения ни к каким-либо своим грехам, ни к своим слабостям и недостаткам. Как мы себя чувствуем? Поражены ли мы страхом и все еще не веруем в Евангелие воды и духа? Быть может, вы сетуете «Я умру от этого, я погибну». Не боитесь ли вы, потому что думаете, что умрете, если отвергнете свои плотские желания. Причиной всех этих волнений является смерть. Таким образом, люди боятся смерти. Хотя люди боятся смерти и погибели, наши ветхие личности должны умереть с Христом. Когда мы полностью умираем во Христе, мы получаем от нашего Господа новую жизнь, чтобы уже никогда не погибнуть. И мы тешимся славой в Иисусе Христе. Господь сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». «Поскольку законы Царства Небесного отличаются от путей этого мира, удивительно, что только если человек погибнет однажды, он сможет одержать победу дважды. И поскольку крест означает осуждение и смерть за грех, если мы с вами умираем с Христом и живем вместе с Ним, мы обретем благословения от того, что станем Божьими детьми». Когда мы станем Божьими детьми, мы обретем все духовные благословения наряду с благословением плодородия этой земли. Даже великие люди этого мира должны осознать, что они являются не более чем простыми созданиями, которые нуждаются в спасении. Если человек уверовал в Евангелие воды и духа и получил прощение всех своих грехов, он должен осознать, что он уже умер и ныне живет с Христом. Неужели даже в этом случае у вас по-прежнему нет желания спастись от всех своих грехов и смерти, уверовав в Евангелие воды и духа? Когда человек умирает во Христе и его ветхое я полностью погибает, у него нет иного выбора, кроме как жить только в Господе, а это является огромным благословением. Но если человек теперь не умрет духовно во Христе, он будет пытаться защитить себя и сделает все возможное, чтобы возродить самого себя. Подобно тому, как разрушенные войной страны пытаются возродить свои народы, люди, которые умерли в Иисусе Христе, пытаются сами себя воскресить. Однако, если человек распят вместе с Иисусом Христом, он уже не может жить сам по себе, и поэтому он начинает полагаться на Господа и жить верой. Поскольку мы однажды умерли в Иисусе Христе и однажды вернулись к жизни, мы не полагаемся на самих себя, но во всех своих делах полагаемся на нашего Господа. Когда я избавился от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мои друзья и родственники со стороны жены сочли меня неудачникам, да и сам я так думал. С тех пор, как я уверовал в Слово Божье, я уже не был с ними, и поскольку они тоже меня отвергли, это в любом случае могло означать, что я потерпел неудачу, по крайней мере в этом мире. Мои друзья по-прежнему не умерли по отношению к этому миру, и поэтому до сих пор стараются исполнить свои собственные желания. Но если я однажды потерпел неудачу, то я теперь говорю смело в Иисусе Христе проповедуя Евангелие воды и духа и живу праведно ради Господа и только для Него. Каждый человек, неважно кто он, должен однажды умереть с Христом и вернуться к жизни вместе с Ним. Если он терпит неудачу в своих собственных делах, это трудно исправить. Но если он умирает с Христом и оживает, чтобы жить вечно, победа остается за Ним. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Теперь наше ветхое Я уже не существует, а наша новая личность обретена в Святом Духе. Мы теперь должны осознать, что мы сами умерли с Христом и ожили вместе с Ним. Желания нашего ветхого Я закончились, а желания нашей рожденной свыше личности начались. Мы, христиане, с радостью умираем в Иисусе Христе. Все наши волнения и трудности возникают из-за того, что мы еще не умерли. Когда мы беспокоимся о самих себе, мы должны подумать. Я был распят с Христом, и в тот миг мы осознаем, я был распят с Христом насмерть, а поскольку я мертв, что может сделать мертвый человек? Ничего. И тогда мы обретаем истинный мир. С того момента, когда мы сами осознаем, что ничего не сможем сделать без Господа, мы начнем понимать, что такое истинная вера. Именно с этого момента мы придем к пониманию того, как нужно полагаться на Господа и применять свою веру в Него. По слову Иисуса Христа мы бесспорно умерли с Ним и столь же бесспорно вернулись к жизни. Однако в сердцах народа Божьего по-прежнему остаются частицы плоти. Это наши плотские мысли. Но по прошествии времени мы начинаем осознавать, что они совсем на нас не влияют. В Иисусе Христе мы сами умерли с Ним и с Ним же вернулись к жизни. Если мы живем в вере, не осознавая, что мы умерли, то мы видим, что наши сердца еще нужно освободить от смятения. Настолько это пагубно для нашей веры. Верите ли вы, что вы умерли в истине? Иоанна, глава пятая, стих двадцать четвертый гласит, истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Слово Христа здесь означает, что когда Иисус Христос был крещен и умер на кресте, все наши грехи были возложены на Него через Его крещение, и что мы умерли с Иисусом Христом и ожили вместе с Ним. Поэтому совершенно неправильно пытаться воскресить и возродить свою прошлую жизнь, не осознавая, что наше ветхое Я умерло. Пытаться построить Дом Веры на собственном Я, это все равно, что строить дом на песке. Мы должны строить свои дома на твердом основании истины о том, что мы умерли с Иисусом Христом и теперь живем в нем новой жизнью. Вера того, кто построил свой дом на песке, несравнима с верой человека, который построил его на камне. Господь говорит, что дом, построенный на песке, рухнет. С духовной точки зрения песок означает собственные мысли человека. Это потому, что все наши мысли рассыпаются, если мы допускаем хотя бы одну ошибку. Мы должны строить свои дома на твердой вере в то, что Господь есть наш Спаситель и Пастырь. Господь сказал, что это то же самое, что построить свой дом на камне. Иными словами, это означает, что мы должны строить свой дом веры, веруя в Слово Божье от всего сердца. Сам факт, что мы все еще живем своей прошлой жизнью, даже несмотря на то, что уверовали в Евангелии воды и духа, указывает на то, что мы до сих пор полностью не признали, что умерли в Иисусе Христе. Например, некоторые молодые работники могут подумать, что им бы лучше прекратить служение Евангелию и найти себе какую-нибудь другую работу, хотя они только что окончили школу при миссии, чтобы стать служителями Христа. Их ветхие личности не умерли в Иисусе Христе, но по-прежнему остаются в живых. Вот поэтому они и продолжают мыслить подобным образом. Мы не сможем удержаться от этих ложных представлений, пока не поймем, что мы уже умерли в Иисусе Христе. Я умоляю вас избегать этого. Если мы признаем, что умерли во Христе, то мы поймем. я делаю это не осознавая, что уже умер. И возвратимся к Богу, чтобы жить, повинуясь его воле. Если человек знает, что он умер в Иисусе Христе, то зачем ему беспокоиться о своем будущем? он это делает потому, что его эго еще не умерло в Иисусе Христе и по-прежнему остается в живых. Невозможно, чтобы кто-либо был неспособным вести достойную жизнь веры. Поскольку я умер с Господом и ожил вместе с Христом, Бог поручает мне свою работу и наделяет меня способностями делать все необходимое. Почему вы беспокоитесь о самих себе? Если вы верите в Евангелие воды и духа, почему вы продолжаете беспокоиться о самих себе и бороться за свое существование, это потому, что вы пытаетесь сами собой руководить. В данном случае вы должны ясно осознать, что именно потому, что вы по-прежнему живы, вы пытаетесь руководить самими собой, и поэтому вам трудно, тяжело и утомительно жить в вере. Мои единоверцы, кто среди наших братьев и сестер особенно борется за существование? Не тот ли, кто слишком много думает о себе самом? Почему люди слишком много думают о себе самих? Потому что они не знают и не верят, что они умерли в Иисусе Христе. Подобные люди борются за свое существование именно потому, что они не могут отвергнуть свои плотские мысли и не могут жить верой. Поэтому очевидно, что мы умерли во Христе. Мы должны хорошо знать хотя бы это. Умершие в Иисусе Христе сами по себе ничего не могут делать. Если вы бьете мертвое тело, разве оно скажет вам прекрати? Вы можете как угодно толкать и бить мертвеца до крови, но он останется неподвижным. Вы можете крутить ему нос и колоть его иглой, но все равно никакой реакции не последует. Таково мертвое тело. Когда нас одолевают мирские заботы и когда мы сталкиваемся с трудностями и мучительно думаем, как жить дальше, что есть, что пить и что с нами будет, мы должны сказать. Я ничего не могу сделать, Господи, ибо я мертв. Я прошу тебя, разреши все мои проблемы. И когда к вам придут подобные убеждения и подобная вера, тогда вы сможете последовать за Господом. С того момента мы начнем понимать наших предшественников и их веру. О, так значит, они обрели способность трудиться не где-нибудь, но они совершают Божий труд, отвергнув самих себя, доверившись Богу и уверовав в то, что они умерли. И мы начинаем понимать, что все их слова, обращенные к нам, были ими сказаны только для нашей пользы. Если мы осознаем, что умерли в Иисусе Христе, наши глаза веры откроются, а мы начнем выполнять волю Божьей Церкви. Когда апостол Павел только что родился свыше, его глаза были покрыты чем-то наподобие чешуи. Тогда к нему пришел некий ученик по имени Анания и возложил на него руки, и в тот же миг чешуя спала с его глаз. Его зрение восстановилось. То, что с глаз Павла спала чешуя, означает, что он осознал, что умер и вновь вернулся к жизни с Иисусом Христом. Старое имя Павла Савл означает великий, а новое его имя Павел означает наименьший. И теперь, если вы противитесь своей жизни по вере, и если вы не можете следовать воле Божьей Церкви, даже после того, как получили прощение грехов, это происходит из-за того, что вы своей верой не умертвили свое ветхое Я в Иисусе Христе. Если в ваших сердцах нет желания полностью жить для Бога, даже после того, как вы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, это означает, что ваши сердца не верят в эту точку зрения. Подобное явление происходит из-за вашей неспособности понять свою духовную сущность. Если бы вы по своей вере умерли в Иисусе Христе, разве вам было бы о чем беспокоиться? Разве были бы вы чем-нибудь озабочены? Нет. Вы можете сказать, я могу стать подобным человеком, если хорошо постараюсь, но жизнь веры недостижима одними только стараниями. Она обретается верой во все, что говорит Слово Божье, а начинается она со смерти в Иисусе Христе. Сами по себе мы не можем обрести эту веру, но она приходит с верой в Евангелие воды и духа. Иными словами, когда мы сами ничего не можем делать, когда мы умираем во Христе и когда начинаем верить, что посредством нас трудится Бог, вот тогда мы и обретаем способность выполнять Божий труд. А если наше ветхое Я по-прежнему живо, Бог не может трудиться через нас. Если в вас крепко засели ваши мысли, Бог не сможет вами руководить. То же самое происходит и тогда, когда руководители церкви пытаются руководить некоторыми братьями и сестрами, однако при этом они не могут поговорить с ними из-за того, что те погружаются в свои собственные мысли. Давайте немного поразмыслим об этом. Как вы думаете, почему ваши руководители не могут поговорить с вами с глазу на глаз, как бы это ни было трудно для них? Да потому, что вами овладели ваши собственные мысли, поэтому вам нужно ответить «Да» в ответ на то, что вам говорят ваши предшественники по вере, отвергнув свои собственные мысли. Те из вас, кто решил служить Господу после рождения свыше, говорит «Да» в ответ на слова Господа и ваших предшественников и следует за ними. Когда мы жили для себя самих, мы не могли ничего сделать, но что происходит, когда мы веруем в то, что мы умерли? Мы понимаем, что мы ничто, поскольку сами мы мертвы, но мы можем воскреснуть верой в Господа. Если ветхое я некоторых людей по-прежнему живо, даже после того, как они получили прощение грехов и явно выполняют Божий труд, то они в действительности выполняют не Божий труд, а свой собственный. Когда мы смотрим в сердца некоторых людей, мы видим внутри них еще больше устремлений к этому миру. Все остается по-прежнему, даже если они выполняют Господний труд, однако если человек знает, что он умер во Христе, то он может выполнять труд Господа с полными силами, с верой и в повиновении его воле. Мы можем показаться такими же работниками Бога, но одни люди служат Господу, в то время как другие самим себе. Одни выполняют Божий труд, а другие свой собственный. Даже в Божьей Церкви вы, возможно, увидели самоуверенные души, которые считают себя высокопоставленными и могущественными только потому, что они богаты. Когда подобных людей назначают на какую-либо должность в Церкви, это кружит им голову, и они думают, что кроме них никто не справится на этой должности. Церковь Бога не доверяет его труд подобным людям, которые не умерли и не живут в Иисусе Христе по своей вере. Если вы уже умерли в Иисусе Христе, что вам делать? Единственное, что вы можете делать перед Богом, так это молиться. Именно так было, когда я основал первую церковь и начал служение. Господи, нет денег, чтобы заплатить арендную плату за церковное помещение. Пошли нам их. Я больше ничего не мог делать, кроме как возносить подобные молитвы. Да и что мне было делать? Вернуться к своему ветхому я и пойти зарабатывать деньги только для удовлетворения финансовых нужд? Я бы зарабатывал деньги днем, а проповедовал по вечерам. Я был более чем готов поступить подобным образом, но когда мне нужно было преподавать в школе при миссии в дневное время, как я мог пойти зарабатывать деньги? Что я должен был сказать студентам? Подождите немного, я пойду и заработаю некоторую сумму денег, а потом вернусь и буду вам преподавать? В этом нет никакой логики, и поэтому у меня не было другого выбора, кроме как молиться. Когда мы молились, Боже, пожалуйста, пошли нам немного денег, Бог через кого-нибудь восполнял наши нужды. Это потому сами мы умерли, чтобы иметь возможность выполнять эту работу, в противном случае мы бы не смогли ее выполнять. Если Бог велит мне пойти и заняться ручным трудом, я с радостью это сделаю. Если Бог велел мне именно это, значит, я должен заняться ручным трудом. Трудно это или нет, но если Бог мне что-то повелел, то больше ничего не остается, кроме как выполнять эту работу. Когда другие это видят, они могут сказать, как может строитель трудиться для Бога, ведь это обычный физический труд. Но я считаю, что поскольку я сделал то, что велел мне Бог, это его труд. Исходя из этой точки зрения мы зарабатываем деньги, даем пожертвования, платим арендную плату, печатаем евангельские проповеди, покупаем печатный станок, издаем христианскую литературу. Вся подобная деятельность это Божий труд. Можете ли вы это понять? Когда Бог велит нам тяжело трудиться, мы делаем это изо всех сил. Мы не должны беспокоиться о том, что подумают о нас другие. В сердцах тех из нас, кто верует в Евангелие воды и духа, кто умер и ныне живет новой жизнью в Иисусе Христе, нет никакого стремления к личной наживе. Если мы посвящаем себя Господу, понимая, что мы мертвы и говорим «Боже, я буду тебе благодарным, где бы ты меня не использовал, и я прошу тебя, используй меня для своего труда, как тебе угодно», то в нынешнем веке, когда не хватает работников, Бог будет пользоваться нами, как своими драгоценными орудиями. Мы о многом беспокоимся, потому что думаем, что мы живы, но мы должны знать, что все наши волнения и наши мысли также умерли в Иисусе Христе. Ныне в Иисусе Христе у нас должны быть духовные мысли о вере. В Иисусе Христе мы должны иметь веру, мы должны мечтать о ней. Не правда ли? Нужно ли нам чего-то стыдиться, если мы получили прощение своих грехов? Конечно, у каждого человека есть свои слабости и недостатки, но поскольку мы умерли в Иисусе Христе, для нас это не проблема. Наоборот, более проблематично для тех, кто умер в Иисусе Христе и далее измерять это плотскими мерками и мы 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 видим, как мы уверовали в Евангелии воды и духа, сначала у нас бывают собственные мысли, и поэтому мы подвергаемся искушению возвыситься над другими святыми. Мы совершаем некоторые поступки и говорим некоторые вещи, неподобающие с духовной точки зрения, но это не имеет никакого значения, поскольку говорит всего лишь мёртвое тело. Это не проблема. Наоборот, если мы не живём ради Евангелия воды и духа, вот это проблема. Мои единоверцы, тот, кто не умер в Иисусе Христе, беспокоится обо всём, что встречается на его пути. Если он постоянно волнуется о том, что скажут ему другие, разве он может жить в мире, испытывая подобные волнения? Вряд ли он нормально спит. Вы случайно не теряете сон из-за каких-то слов, которые вам сказали? Это потому, что ваше эго всё ещё живо, и ваше самоуважение по-прежнему остаётся с вами. В противоположность этому, если бы ваше эго умерло с Иисусом Христом по вашей вере, вы бы не заботились ни о чём, даже если кто-то вас проклинает. Мы думаем о Господней воле и можем выказать нерешительность, если нам кажется, что Его воля чинит препятствия. Поскольку мы умерли с Иисусом Христом и обрели в нём новую жизнь, ради выполнения Божьей воли мы можем сделать всё. Верой мы умираем с Иисусом Христом и живём вместе с Ним. И уже не я живу, но живёт во мне Христос. Мы умерли в Иисусе Христе, и в нас живёт наш Господь. Мы живём в вере достойно, только если мы полностью мертвы. И хоть наша гордость может быть уязвлена из-за того, что мы являемся народом Бога и Его собственными детьми, не имеет значения, что с нами происходит, лишь бы мы в своей жизни не приступали в волю Господа. По отношению к Божьему труду мы являемся живыми, но наше ветхое Я мертво. Хотя во время наших разговоров мы можем быть невежливыми, мы должны выполнять работу Бога в соответствии с Его волей. Что касается работы Бога, мы хотим Ему повиноваться, отречься от себя и с верой последовать за Ним. В Иисусе Христе наше человеческое эго мертво. Я советую всем читателям этой книги, Во-первых, то, что вы читаете эту книгу, стало возможным только по Божьей благодати, а не вследствие ваших желаний. И поэтому бесполезно прилагать свои собственные мысли и думать. Это истинное Евангелие, о котором ясно свидетельствует Библия. Что же мне делать после того, как я в Него уверую? Бросить свою работу и жить отныне ради этого Евангелия? Все, что вам нужно делать, так это верить, что вы умерли в Иисусе Христе, а жили вместе с Христом и последовали за Ним туда, куда Он вас ведет. Сейчас нам незачем беспокоиться о себе самих. Бог призвал вас стать Его работниками и пользуется вами как своими орудиями праведности, не для того, чтобы воспитать ваш характер и даровать вам благополучие в этом мире. Разве Бог вас призвал для того, чтобы вы стали богатыми и знаменитыми, как в некоторых других церквях? Разве Бог призвал вас для того, чтобы воспитать и наставить вас? Мои единоверцы, не беспокойтесь о себе самих. Только если у вас слабая и неокрепшая вера, мы думаем, что должны заботиться о себе, совершенствоваться и задумываться о своем будущем. Но в Иисусе Христе все это следует отвергнуть. Мы должны отвергнуть все свои тревоги верой в Иисуса Христа. Мои единоверцы, когда вы мертвы, вы можете последовать за Господом, куда бы Он вас не повел. Вы не можете за Ним последовать, если ваше эго не мертво. Я говорю вам, рожденным свыше христианам, которые верят, что их грехи были возложены на Иисуса Христова, когда Он был крещен, что они тоже умерли, когда Иисус Христос умер на кресте, и что они спаслись от проклятия. Бог ныне призвал и возлюбил отнюдь не ваше ветхое Я. Если вы верите в Евангелие воды и духа, вы уже возложили свои грехи на Иисуса, умерли и ожили вместе с Ним. Мои единоверцы, Павел исповедует в сердце своем. Живёт во мне Христос. Мы воздали Богу хвалу и утешились этим словом. И я верю, что если вы воздаёте хвалу Господу по вере в Него, Ему это угодно. Богу угодно, когда вы хвалите Его с верой в вашем сердце, а не только устами. Если вы хорошо помните этот отрывок и также воспеваете хвалу, почему бы вам не признать, что вы умерли и вернулись к жизни в Иисусе Христе? Почему вы так легко впадаете в гнев, даже когда утверждаете, что вы умерли? Какое имеет значение – уважают мёртвое тело или оскорбляют? Для мёртвого человека это не имеет значения, как раз потому, что он мёртв. Если кто-либо знакомится с Евангелием воды и духа, но опошляет и презирает имя Христа, тогда нашему гневу есть какое-то оправдание. Но любые личные оскорбления, которые нам бросают, совершенно нас не касаются. Мы должны осознать, что мы умерли во Христе, и мы должны понять, что мы сами теперь живём с Христом. Если мы действительно верим в Евангелие воды и духа, то, отложив всё прочее в сторону, мы обязательно должны знать, по крайней мере, эти две вещи. Апостол Павел мог трудиться изо всех сил, потому что верил, что он умер во Христе и теперь живёт в нём. Я сораспялся Христу. Веруя в это слово, он знал, что умер, а веруя в то, что он ожил вместе с Христом, он мог трудиться в полную силу. А что ныне живут во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Именно верой в Иисуса Христа мы умираем и живём вместе с Ним. Такова вера христиан. Верите ли вы в Евангелие воды и духа? Тогда вы должны верить в то, что вы умерли и воскресли с Христом в этой евангельской истине. Написано «Праведный верою жив будет» Римлянам, глава 1, стих 17. Поскольку мы своей верой умерли в Иисусе Христе, мы не можем делать ничего, кроме как жить по своей вере. Ибо чем живём мы, наши братья и сёстры, и я сам. Какую веру мы исповедуем в своей жизни? Можем ли мы вести себя достойно? Можем ли полностью себя защитить? Ни один человек этого не может, а только Господь. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище моё, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище моё. Псалом 17, стихи 2-3. Псалмопевцы славили Господа и считали его своей крепостью, ибо их эго также было мертво. Мы также должны считать его своей крепостью. Поскольку теперь в нас живёт Христос, мы с вами обязаны так поступать. Верите ли вы в это? Мои единоверцы, в тот миг, когда мы уверовали в Евангелие воды и духа и получили прощение наших грехов, мы умерли с Христом. Как может мёртвый человек думать о том, что было в прошлом? Мёртвый во Христе не может делать ничего. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь всё новое. Второе, Коринфянам, глава пятая, стих семнадцатый. Когда я получил прощение грехов, я изменил свою жизнь. Все мои прошлые отношения были разорваны, и мне пришлось завязывать новые человеческие отношения. Отношения с друзьями также нужно было строить заново. Иными словами, я должен был строить свои отношения с друзьями в свете Евангелия воды и Духа, потому что они считали меня тем человеком, которого они знали раньше. Привет! Ты должен получить прощение своих грехов. Ты о чём? Разве в твоём сердце нет грехов? Вот поэтому ты и должен получить прощение своих грехов. Так я строил заново свои отношения с друзьями и полностью обновлял все свои знания в соответствии со своей верой. Всё стало для меня новым в Евангелии воды и Духа. То же самое происходит и с вами. не только я, но и вы изменились, как только получили прощение своих грехов. Не правда ли? Вы так изменились. Настолько ваше нынешнее я отличается от ветхого и насколько оно было умерщвлено. Если вы поймёте, что умерли по своей вере, Христос вновь вас восстановит в соответствии с вашей верой. Если же с другой стороны вы не верите в то, что вы умерли, тогда Бог и поныне вас умерщвляет. Он будет вас поражать до конца. Однако если вы уверуете в слово и с самого начала подчинитесь его руководству, Бог восстановит вас как новое творение. В прошлом я весил всего 53 килограмма. В то время я не мог уснуть ни днём, ни ночью, так что мне некогда было набирать вес. Я настолько был занят изучением, исследованием, молитвами и миллионом других вещей, что для сна оставалось немного времени. В ранние утренние часы, когда все ещё спали, я вставал и читал свои книги, по которым я учился. Большинство людей ставят свои книги на книжную полку, но я оставил в ящик те книги, которые читал, а новые книги в книжный шкаф. Я перечитывал их вновь и вновь, и по ходу обучения молился в одиночестве. Как же я изменился с того времени? Конечно, я по-прежнему читаю Библию и молюсь, но я уже далеко не тот человек, каким был тогда. Прежде всего, я набрал вес и выздоровел. Теперь я вешу более семидесяти килограмм. Раньше, когда я был грешен и мое я было еще живо, я не мог нормально спать, поскольку я был очень занят возношением молитв о покаянии, и постоянным поиском пути преодоления греха. Но сейчас у меня обилие времени для сна, ибо теперь я обрел душевный мир с того времени, как получил полное прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Теперь я уже не молюсь о собственной плоти, но только о Господнем труде. После того, как я уверовал в Евангелие воды и духа, во мне многое изменилось. Прежде у меня было много грехов, даже несмотря на то, что я верил в Иисуса как своего личного спасителя. Но теперь, когда я знаю Евангелие воды и духа и верю в него, у меня нет грехов. Раньше я мог читать Слово Божье, но не мог его понять, поэтому я купил и прочел много христианских книг. После прочтения сборников проповедей и толкований Библии я получал больше материала для моей следующей проповеди. Я готовился к проповеди всю ночь, потому что мне нужно было заглянуть в многочисленные справочные материалы. Как же я теперь изменился? Изменилось все. Наше ветхое я уже мертво, и мы с вами теперь живем с Христом по нашей вере в Господа, потому что мы сами уже умерли в Иисусе Христе. Верите ли вы в Слово Божье? И хотя вы верите в Слово Божье, если вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами, ищите ли вы какой-либо другой способ их разрешения? Даже после того, как я получил прощение своих грехов, я в течение некоторого времени беспокоился о том, как мне добыть средства к существованию. Я беспокоился перед Богом. Что мне есть? Что мне пить? Как я теперь буду жить? И как служить Господу? Когда я беспокоился о том, как я буду жить, я никак не мог развеять эту тревогу. Это выглядело очень жалко, поскольку я сам вынужден был думать о том, как мне заработать на жизнь. Я более всего думал о занятии каким-нибудь делом, чтобы заработать на жизнь. У меня возникла эта мысль, потому что я подсчитал, что я мог бы часть дня заниматься бизнесом, а остальное время дня посвящать Господу. Но из-за подобных мыслей я чувствовал себя жалким и несчастным. я думал, но не мог принять никакого решения. Но Господь открыл мне глаза через свое слово. Когда я читал Библию, я находил истину о том, что я уже умер с Иисусом Христом. Благодаря Слову Божьему я смог увидеть, жив я или мертв. В то время Бог говорил в моей душе, Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я задумывался над этими словами из Галатам, глава 2, стихи 19-20. И тогда я осознал, поскольку я был распят с Иисусом Христом, я должен также умереть с Ним на кресте. И если я мертв, то зачем беспокоиться о себе? Ох, мое эго по-прежнему живет во мне. Я понял, что все эти волнения являются всего лишь моими плотскими мыслями. Мои единоверцы, все мы знаем, что мертвое тело ничего не может делать, но нужно много времени, чтобы это понять. Но когда я понял, что в Господе я теперь ничего не могу делать, и поэтому бесполезно думать о себе, я перестал беспокоиться о том, как заработать себе на жизнь. Вместо того, чтобы думать о себе самом, я должен был думать только о том, как проповедовать Евангелие Господа. Все мы теперь нуждаемся в такой вере. С того времени я выполнял Божью работу, полагаясь на свою веру в Евангелие воды и Духа и молясь. Я верю в Тебя, Господи, дай мне все необходимое, я буду Тебе преданно служить. Если бы я постоянно беспокоился о том, как заработать на жизнь, моя душа умерла бы из-за моего неверия. Причиной вашего неверия является то, что ваше ветхое Я не умерло в Иисусе Христе, не проявляется ли у вас подобное неверие. Оно возникает в ваших сердцах из-за того, что вы не твердо уверены в том, что вы мертвы. Если ваше сердце уверует в то, что вы мертвы, и если это осознает ваш разум, вы с того времени уже не будете беспокоиться о себе. Подобно тому, как на Галилейском море прекратился ветер и настала великая тишина, когда Иисус запретил ему, сказав, умолкни, перестань. Великая тишина во дворица и в наших сердцах, если мы постигнем этот отрывок, который гласит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Отныне вы не должны беспокоиться о самих себе. Люди должны быть рассудительными, они должны искать истину и верить в нее здравым умом, ведь мы не какие-нибудь животные и поэтому должны здраво рассуждать о себе. мы очень хорошо знаем, что поскольку мы мертвы в Иисусе Христе, сами мы ничего не можем сделать. В таком случае мы должны от всего сердца молиться. «Господи, тебе несмотря на это угодно использовать меня, пожалуйста, воспользуйся мною как своим орудием. Мы обязательно должны возносить столь искреннюю молитву. и пусть будет не моя воля, но твоя, поэтому руководи мною, Боже. Мы должны доверить Богу все, что у нас есть. Отныне мы только благодарны, если Бог велит нам выполнить хоть малейшую работу, и мы обязаны прилежно ее выполнять. Поскольку мы были распяты с Христом, то мы живем не своими силами, но всю оставшуюся жизнь живем благодаря могуществу Господа, ибо теперь в нас живет Христос. Именно с помощью Господа мы проживем остаток своей жизни в плоти. Мы живем верой в Сына Божьего, который из любви к нам был вместо нас распят насмерть и даровал нам спасение. Мы должны открыть свои духовные глаза. Мы должны отчетливо увидеть живо наше я или мертво во Христе. Мы должны отправиться в путь со Словом Божьим, только если на его основании подтвердим, что наше ветхое я умерло во Христе. Если слово говорит «Иди», мы идем, а если оно говорит «Остановись», мы останавливаемся, и мы живем с верой в то, что говорит нам слово. Многие люди говорят, что не могут верить в Слово Божье, но я в него верю. Все остальные люди в этом мире могут и не верить в то, чему нас учит Божье Слово, но я все равно буду в него верить. Я верю не в себя самого, не в свои собственные мысли, но в Слово Божье. Я верю в Слово, потому что оно есть истина. Если бы я говорил только о себе самом, разве вы поверили бы всем моим словам? Конечно, нет. И поэтому я не могу говорить смело. Однако теперь я могу с такой смелостью проповедовать Евангелие по всему миру, потому что я верю в Господа и в Его Слово. Очень многие люди хотят знать, является ли Евангелие воды и Духа истиной, но когда я открываю Слово Божье и проповедую в соответствии с Ним, эти люди также начинают признавать это Евангелие перед Богом и получают прощение своих грехов. Они получают прощение грехов, потому что Евангелие воды и Духа это не мое учение, но учение Слова Божьего. Когда народ израильский перешел Красное море, египтяне, которые бросили вызов Богу из-за своего неверия, утонули все до единого. Но народ израильский, который шел вперед с верой в Слово Божье, перешел Красное море благополучно. Мы должны жить верой, понимая, что мы уже умерли во Христе. И это непростое предположение. Мои единоверцы, многие из вас возможно посещают утренние молитвенные собрания и регулярно читают Библию, но многие возможно и по-прежнему беспокоятся и сокрушаются о самих себе. В нынешнем веке не хватает работников, и поэтому, если вы действительно верите в Евангелие воды и духа и по-настоящему получили прощение своих грехов, откровенно признайте по своей вере, что вы уже умерли. Только таких людей Бог использует в качестве своих работников. Понимаете ли вы это? Ни один человек, чье эго не является мертвым, не может быть Божьим работником. Тот, кто таковым не является, не может быть использован Богом, каким бы одаренным он ни был. В качестве своих орудий Бог использует только мертвых. Мои единоверцы, каково положение Божьих служителей? Они служат своему Господу. Разве мог бы кто-нибудь стать служителем, кроме самоотверженных людей? Служитель всегда говорит Господу «Да!» Даже если он говорит «Пойди и почисти туалет, подмети двор» или «Пойди и проводи гостей». Все это выполнимо, только если у служителя нет своих собственных мыслей. «Как он смог бы трудиться для Бога, если бы у него были собственные мысли?» Это же правило применимо и к нам. Только те, чье эго умерло в Иисусе Христе, могут стать служителями, которые повинуются Господу со словом «да» всякий раз, когда он что-то им говорит. А тот, кто еще не умер в Иисусе Христе, не может быть Божьим служителем. Мои единоверцы, сколько же еще вы будете беспокоиться о самих себе и бороться с самими собой? Если вы уже умерли в Иисусе Христе, что еще побуждает вас бороться с самими собой? Перестаньте же с собой бороться, покончите с этим и уверуйте в Слово Божье. «Я сораспялся Христу» Галатам глава 2, стих 19. Все наши тщетные усилия разбиваются только об этот отрывок. Если мы умираем во Христе, мы пребываем в мире. Вот почему мы названы новыми творениями. Наши сестры особенно склонны завидовать духовным достижениям других людей и беспокоиться о том, что происходит прямо у них на глазах. Но я призываю вас быть дальновидными. Ваши глаза должны видеть далеко вперед по вашей вере в Господа. Хватит припираться из-за того, что находится прямо перед вами. Смотрите вперед, чтобы вы на протяжении всей своей жизни могли принимать духовно правильные решения. И тогда вам будет понятен заведенный духовный порядок в Божьей Церкви. вы научитесь отличать духовное от плотского и будете возрастать день за днем как добрые служители Бога. Не беспокойтесь о том, хочет Господь вас использовать или нет. Не заботьтесь о вашем будущем и не волнуйтесь о том, будут вас уважать или нет. Перестаньте заботиться о подобных плотских вещах. Будьте только людьми веры, которые смотрят далеко вперед. У нас наилучший характер, если мы верим в Слово Божье и пребываем в нем. Многие люди должны понять, как бессовестно их обманывают. Они думают, что их будут уважать, если они пытаются усовершенствовать себя в соответствии с учением о святости. То же происходит и с вами, если вы не верите в Слово Божье. В таком случае ваша жизнь будет глупой. Если вы все еще не умерли перед Словом Божьим, вы не сможете отчетливо увидеть Божий мир, как если бы ваши глаза были покрыты пеленой. А если ваши глаза покрыты пеленой, то какой бы тонкой она не была, Божье Слово все равно искажается. Мои единоверцы, вы должны осознать, что по вере в Слово Божье вы были распяты насмерть вместе с Христом. И только когда вы это осознаете, вы сможете жить по своей вере должным образом. Галатам глава 2 стихи 19-20 гласит Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вся вера апостола Павла заключена в одном этом отрывке. Иными словами, в одном этом отрывке сказано все о том, как мы должны верить, как мы должны жить ради Господа, и какая у нас должна быть вера. Мои единоверцы, верите ли вы в Божье Слово? Если да, то все вы замечательные люди, все вы готовы стать Божьими служителями. Вера в Евангелии воды и Духа уничтожает все сомнения. Отвергнув все сомнения, мы должны жить по своей вере в Господа. Как сказал апостол Павел, А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Мы с вами должны жить верой, верой в Господа, прощение грехов и в то, что Господь поможет нам трудиться в нашей жизни. Благодаря своей вере в Господа мы сможем одержать истинную победу. Я от всей души благодарю Господа за то, что Он дал мне Евангелие воды и Духа. Духа на дж Субтитры создавал DimaTorzok